МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В погоне за успехом родители ограничивают детей строгим режимом и постоянными тренировками, лишая возможности развиваться гармонично. Оправданно ли желание родителей непременно сделать из своего ребенка звезду большого спорта или шансы столь невелики, что не стоит рисковать, лишая ребенка детства? Именно об этом мы будем говорить в сегодняшней программе вместе с нашими гостями, которых я вам с удовольствием представляю. Агурбаш, певица, заслуженная артистка Республики Беларусь, утверждает, что желание родителей сделать из ребенка звезду мешает ему гармонично развиваться и зачастую лишает детства. В первую очередь мне бы хотелось сказать вот о чем. Невозможно из ребенка сделать звезду, звезду спорта. Прежде всего надо родиться звездой спорта. И родители должны это понимать. И никакие инвестиции, и безумные усилия над ребенком, и безумное желание сделать из ребенка звезду, они все пройдут даром. У меня трое детей. Старшая дочь и средний сын, они не испытывают никакого пристрастия и желания заниматься спортом. Они музыкальные дети. Но у меня младший сын, ему 4,5 года. Он с года занимается боксом. Да, причем занимается профессиональным тренером Анатолием Александровым. Причем у моего мужа мечта, была мечта безумная стать чемпионом мира по боксу. И вот он решил эту мечту воплотить в сына. Естественно, он хотел драться с Тайсоном и желает видеть своего любимого сына на ринге. Он с года занимается боксом, естественно. Он занимается в виде игры, в виде интереса и так далее. Но я вижу, он прирожденный боксер. Я это вижу. Это видит тренер, это видит отец, это видит все. Он жить не может без спортивного зала. Он жить не может без боксерских перчаток. И мы уже думаем о том, о чем. Я как мама, конечно, не хочу видеть своего сына. Даже во взрослом возрасте на ринге. Потому что, естественно, это, конечно, травмы. Это боль, это кровь. Это кровь, это безумие. Это инновидность. Но если мой ребенок будет счастлив на этом ринге, если он действительно будет туда стремиться, что он делает сейчас. Он не может жить без тренировок. Ему некуда деть свою энергию. Чем бы мы его не увлекали? И музыкой, и просто занять всеми. Нет, он подходит к игрушке. Он говорит, мама, я так скучаю по тренеру. Я так скучаю. Посмотри, какие у меня мышцы. Он маленький. Он это хочет делать сам. И родители прежде всего, прежде чем испытывать и делать какое-то насилие над своим ребенком, они должны прежде всего отталкиваться от ребенка. Если они видят какие-то безумные таланты, и если эти таланты подтверждены тренером, тогда, я думаю, есть смысл говорить о том, чтобы отправить ребенка в профессиональный спорт. И родители должны понимать, что в первую очередь профессиональный спортсмен – это уже профессия. И они с детства реально отдают ребенка в профессию, без которой он не сможет жить. У меня одна ремарка. Вот в вашем случае все хорошо и замечательно, но мне кажется, здесь есть одна опасность, которую нужно бояться. Это бояться воплощать в ребенка свои мечты нереализованные. Мне кажется, это очень опасно. Дай бог, что в вашем случае все сошлось. Ну, совпало. Слава богу. Но это на самом деле есть в этом абсолютно. Мне кажется, ваша история с боксом, она вообще… Ну да, вот я хотел сказать об этом. Я занялась боксом 7 лет назад. До этого я не могла представить, что я могу там кого-то ударить, даже в боксерскую перчатку. Я когда пришла впервые… Так уж 7 лет вы занимаетесь. Да. Когда я впервые сложила кулачки и посмотрела на себя в зеркало, я хохотала. Но потом я реально начала заниматься. Мне это безумно понравилось. Естественно, я понимаю, что я никогда не буду на профессиональном ринге. Но я отлично… Я не верю. Я уже дерусь со спарринг-партнерами. Так, подождите. Мой тренер говорит, что я спокойно могу правым прямым. Вы можете встать? Конечно. Пустите, пожалуйста. Так, пусть вы все это сказали. У меня микрофон. Так, и вот мы его сюда положим. Пожалуйста, если вы 7 лет занимаетесь боксом, да? Я боксом не занимаюсь вообще. Вы хотите, чтобы я вам показала, встала в сторону? Я просто хочу, чтобы вы провели… Ну, не бейте меня, но хотя бы вот… Хотя бы вот… Правой прямой. Да, да. Вот еще раз. Этого достаточно. Но мы не будем здесь устраивать. Я приглашаю вас к себе на тренировку и с удовольствием с вами подерут. Имеют ли родители моральное право принимать решение за ребенка, когда речь идет не только о здоровье юного маленького организма, но и о будущих разочарованиях возможных? Нет стопроцентной уверенности в том, что ребенок станет спортивной звездой. У меня дочь старшая, она училась в школе при консерватории, и она выдержала 3 года. И потом я говорю, мам, бабушка, говорит, нет, ей надо. Она говорит, я не хочу. Я вижу, что у нее нет великих талантов быть великой пианисткой. И я ее забрала из этой школы. Сейчас ей 20 лет. Она мне говорит, мама, почему ты меня забрала? Сколько? 20. Она говорит, мама, почему ты забрала? Я говорю, Даша, ну ты же не хотела. Она говорит, мама, почему ты не настояла? Зачем ты меня слушала, когда мне было там всего 5-6 лет? Ну, пожалуйста. Ну, это у вас лучи. Нет, совершенно верно, надо дать возможность ребенку... Простите, да? Дождите, я сейчас от шока отойду немножечко. Иногда надо и заставить ребенка. Почему не нравится ребенку, например, сразу? Потому что вот когда у него начнет получаться, ему тогда начинает нравиться. И вот этот вот период, вот до того, как у него начнет что-то получаться, до того, как он будет достигать каких-то побед, его надо подтолкнуть, и надо настоять. Ну, вот Кисина сделала его мама, да? Вот сидела, рядом заставляла. У меня тоже была учительница, Маргарита Васильевна. А без этого никак? Я ее ненавидел страшно. Никак без этого не было. Нет, но вы поймите, что да, сделали, сделали ребенка. Вот есть Кисин, но ведь на... Сейчас мы говорим все-таки не о спорте. Мы говорим сейчас вот в данном случае Кисина, да, просто заставляя ребенка что-то делать. Это все родители заставляют ребенка что-то делать. Но травмировать здоровье... Ни в коем случае. Без ущерб для здоровья, я как же. Ну, а в чем травмировать, я так не понимаю. Ну, привел ребенка, занимается он хоккеем. И где там травма? Как в хоккее? Ну, какая травма в хоккее? Да они и на улице набивают себе шишек столько и синего. Было много интересного. Есть много информации для размышлений и для присутствующих судей, я уверен, и для тех, кто нас смотрел бы в эфире. И сейчас финал программы, где каждый из гостей, очень коротко, в одном предложении, в двух, формулирует свое отношение к сегодняшнему вопросу программы. Оправданно ли желание родителей сделать из ребенка звезду большого спорта? Анжелика Агурбаш. Все наши дискуссии сводятся только к одному. К тому, что в первую очередь звездами не становятся и не рождаются. Потому что в первую очередь нужно смотреть на талант ребенка, данный ему от Бога или не данный ему от Бога. И уже от этого надо все исходить. Спасибо.